Всем огромный-преогромный привет! Я рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ребят, поговорим мы с вами о канале Алюния и Катюня. Всё просто, хотя там далеко-далеко не просто. И видеоролик называется «Заготовка осеннего улова». Толстолобик. И палец кверху аж три раза. Это и был, ребят, секретик для Семёна. Ой, лучше бы я всё это дело не смотрела, ребят. Я вам говорила, что самое сложное для меня делать обзор именно на этих Катюнь-Кубанских. Потому что вот реально такое там лицемерие. Ой, и просто я не могу. Глядя на этого кота, я только расстроилась, честное слово. Правда, невозможно это всё смотреть, но я таки посмотрела. Алюния у нас в начале в новом своём домашнем костюмчике. Говорит, что наконец-таки нам расскажут секретик, да. И, значит, покажут этот секретик. И якобы почему Семён сходит с ума и не отходит от них. Да. А Семёна вот реально, ребят, жалко. Жалко, вот просто это животное, мне просто, ну, сил нет. Ну, потому что у меня животное у самой, и я даже уличных, уличных досматриваю лучше, чем они единственного домашнего не могут досмотреть. И опять в приветствии, ребят, тараторит она про свой этот день рождения. Говорит, час холодно, но на день рождения будет тепло. Людочку встретила, сказала, чтобы были они там в строю. Они обещали, что обязательно будут. Слушайте, она уже этим своим юбилеем все уши прожужжала. Уже настолько достала, что уже просто надоело. И вот такие у нас делишки, вот такие у нас делишки. Юбилей делишки, Полина и ребёнок. И всё, больше делишек нет, да. А ещё главная делишка – побирушку. Да, у нас Алюня побирушку. Это тоже главное делишку. Ой, короче, ребят, нет слов. Значит, говорит, а Калюнечка у нас несёт с Семёном секрет. Секретик, да, а там рыба, значит, толстолобик. Алюня говорит, подними, якобы, покажи, что так в пакете. Калюне говорит, боюсь, она меня укусит. И ещё один. И ещё один сафар номер два. Один боится есть рыбу, потому что там глаза на него смотрят, а этот боюсь поднять. Ну, надеюсь, это была шутка, потому что потом пальчиком он её прям одним поднял. И Алюня аж удивилась, как это одним пальчиком поднять такую рыбу. На третьей минуте решил поздороваться Калюня с нами. Привет всем. Заготовочки вон нужны, тряпочки, которыми они там будут тереть руки. Ой, короче, ну и приветствие, да, поприветствовал и похвалился тряпочками. Ну и переоделся в техническую одежду, да. Мало технической одежды, так у них ещё есть и технический столик. Говорит, пойдём чистить на технический столик. Да, ребят. Чем дальше, всё больше и больше у них техники. Кошмар. И дальше она говорит. Сёмочка не может понять, где рыбка. Ничего, говорит Сёмочка. Будет тебе и плавнички, и жабры. Ой, ребятушки, и жабры. Это точно то же самое, да, не жабры, вернее, плавнички. Это то же самое, что эти, да, кости куриные. Это огромная рыба и плавнички Сёми. Олешка, ты не хотела бы сама плавнички поесть, да, похрумать, пожевать их. Поешь сама. Ну и потом заодно и узнаешь, вкусно Сёмушки или невкусно. Ну, только потом не возмущайся, что твой кот заболеет. Ну, в принципе, этому коту я не знаю, как он вообще ещё выдерживает его организм, когда он жрёт у неё химические сосиски, ест куриные кости, вылизывает консервные банки и ещё плавники пожирает. Это ужас, ребят. Я говорю, именно этот момент меня просто вырубил, и я уже пожалела, что начала смотреть этот видеоролик. Гладит его, сюсюкается, настолько наигранно. Понятное дело, что терпеть она не может этого Семёна, да. Особенно, когда он в дом заходит. Его же не пускают, только на кухню там пускают, где-то на стул или на диван. Слушайте, а ведёт себя, как будто Семён для неё прям всё, прям сама любовь. Вот как меня вырубает эта наигранность, это фальшь, вы себе не представляете. И я удивилась, ребят, если честно, что Калюня чистил рыбу, да ещё на техническом столике, на технических тряпочках. Ножик, интересно, технический или нет, не знаю. В технической одежде, вот, я забыла. Говорил, боюсь, но чистил, так я вам скажу, нормальненько. Правда, потрошить собиралась Алюня. И всё приговаривала, что якобы там Семён топтался. Говорит, сейчас, Семёша, сейчас тебе будут и жаброчки, и... Ой, плавнички, сама бы поела бы всего этого. Ой, ребят, нет сил, нет сил смотреть. А расчленять, это вообще, ребят, что-то с чем-то. Интересно, как она её собралась расчленять? Ну, голову только отрезать. И всё. Потрошить бы сказала, а расчленять? Ну, а, точно, она же собралась плавнички тоже отрезать. Ну, блин, расчленять, это что-то всё равно с чем-то. Я не слышала таких выражений относительно рыбы. У меня муж рыбак, сын рыбак, да и сама я люблю тоже ездить на рыбалку. И, честно, мы редко покупаем рыбу, потому что мы сами её можем словить. Рассказала цены на рыбу, и это ж пожалела, слушайте, денег на карпа. Решила купить толстолоба. Я не скажу, что толстолоб невкусная рыба, но по сравнению с карпом, толстолоб трава травой. Я понимаю вкус в карпе. Он настолько вкусный, нежный, в нём костей меньше. И мясо жирнее, сочнее. Да и головешка у толстолоба огроменная, просто у карпа намного меньше. Ну, не знаю, Алюня, походу, у нас позарилась на цену. И решила, лучше возьму подешевле. А сколько за видеоролик вот это вот слово поразит, словосочетание. Вот такие у нас делишки, что я уже сбилась со счёта. Что не скажет, и вот такие у нас делишки. Да видим мы ваши делишки, нафига об этом говорить, Алюня. Ты уж такая занудливая становишься, что дальше некуда. Но вы знаете, Алюня признала, что она ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ду-ду-ду. Да, она это признала. Мы-то это давно заметили. Но она, походу, только признала, что она именно и есть ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ду-ду-ду-ду. Про ду-ду-ду-ду я ещё не слышала. Стоит, перепевает, да, что хозяйки, они такие, чтобы все было аккуратно, никуда не летело, к Алюне так быстренько, да, и якобы все летит во все стороны, а Алюня бы все это делала медленно, с расстановочкой, да, Алюнь? Да видим мы, какая ты аккуратная, видим, видим, мы все видим. Ты не видишь, но любишь сказать о себе. Но ты у нас такая, никто же не скажет о тебе, пока сама себя не выхвалишь. Да так уже выхвалишь, что прям аж слушать противно. Ой, ребятушки, еще и чашки технические, ванны, тазики и чашки и ванны, но только не тазики. Алюнь, ну, я не знаю, ты подготавливайся уже как-то к ролику, ну, несешь такую ерунду. Медведь в норке у тебя живет, вместо тазика у тебя целая ванна. Ой, ну, невозможно, невозможно, ты кубаночка, ты наша, да не позорь ты свою станицу. Я уж молчу, что ты вещаешь не только на всю Россию, как ты кричишь на весь мир, ну, позоришь-то свою станицу. Я, ребят, не понимаю, для чего она рыбу внутри трет тряпками. Это для чего? А помыть не судьба эту рыбу, или она ее собирается не мыть вообще? Почистила, порезала и все. Это как? Как это не промывать рыбу? Я ее промываю после того, как почищу до идеального состояния. Потом, когда уже порежет муж ее, тоже мы кусочки промываем. А то как-то странно этими грязными тряпками натирает эту рыбу внутри. Можно подумать, эти тряпки чистые. Какой-то ужас, не знаю. Вы знаете, ребята, смотрю я видеоролик и думаю, а нафига она все это снимает? А нафига это кому-то нужно? Ребят, показывать, как они чистят рыбу, достают оттуда эти подрожки. Кому это интересно? Странно, я вообще в шоке. В шоке от того, что жабры коту дали, они горькие, капец. Даже когда случайно где-то какой-то кусочек остается в голове, да, как мы, бывает, отрезаем так хорошо голову, не полностью голову, захватываем рыбу и варим уху, то и то малюсенько останется где-то случайненько, и то горчит. Вы представляете, это все ест кот. Я в ужасе, я просто в ужасе от того, что видеоролик такой бестолковый. Ну, просто, ребят, тупо бестолковый. Что здесь такого, что не знает никто? Как почистить рыбу никто не знает? Или как ее распотрошить? Не, наверное, они думают, что они самые умные и показывают, как это надо делать. Короче, ребят, чем дальше, тем все хуже и хуже. Но вообще-то это же секретик, который они решили открыть Семену. И для этого надо было запилить целый видеоролик на 32 минуты. Для того, чтобы все видели, какой секретики и счастье привалило в виде жабров и половников, да, для Семёши. Это просто одно расстройство, а не счастье. С этим секретиком, блин, дрянным. Ну, честное слово. И говорит наша Олюшка, мы, говорит, не рыбаки, мы, говорит, мясоеды. Кто бы сомневался, рыбу ловить не хочу, за грибами не хочу, не умею. А вот пожрать это к нам. Знаете, ну вот, уралочка номер два с сафариком. И зачем он ее снимает, когда она сидит, да, чистит эту рыбу? Для чего? Вы видели, как она сидит? Она не может сесть, ну, как девочки присаживаются, да, ножки вместе. Вы видели, как она садится? Ну, правильно, ей мешает живот. И ноги на ширине плеч, даже шире. Не, ничего не хочу сказать, да. Всяко-разно бывает. Кто-то может, кто-то не может. У всех разные габариты. Но нафига это снимать? Нафига, скажите мне. Ну и в конце Олюшка опять, да, встала по стойке смирно. Говорит, вот такая у нас заготовка рыбы. Что за заготовка? Понимаю, если бы они ее сами словили, а потом заготавливали. Ну и закончила она видеоролик с пожеланиями добра, как всегда. Чтобы было доброе, да. Ну, как обычно, как обычно. А ведь желает совсем не от души. Совсем не от души. В общем, ребятушки, буду я заканчивать. Едва я его досмотрела, ребят. Едва я его досмотрела, этот видеоролик. Полчаса чистки толстолоба. Это надо иметь железные нервы, чтобы все это дело смотреть. И кому оно нужно? Единственное, мне очень жалко несчастного бедного кота. Ой, короче, ни о чем, ни о чем. Ребятушки, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте свое мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично мое мнение. И я его никому не навязываю. Каждый вправе думать по-своему. Потому что мы с вами все разные. И воспринимаем ту или иную информацию тоже по-разному. И это нормально. Жду ваших комментариев, жду вашего мнения. Прекрасного всем настроения, позитивных эмоций. Мирного неба над головой, любви, добра, понимания. И, конечно же, здоровья, здоровья и еще раз здоровья. Берегите себя, берегите своих близких. Обнимаю вас всех. Пока-пока. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok